Всем привет! Сегодня на Дмитрие Геннадьевиче модная эксклюзивная майка SBD Sheffield, но об этом турнире мы поговорим в следующем выпуске. Сегодня в фокусе, внимание, соревнования Start 400, которые прошли в начале апреля в Красноярске в рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show. Не буду сильно вас отвлекать, буквально пару слов о правилах турнира, и я оставлю вас наедине с вашими телефонами, телевизорами, компьютерами, ноутбуками. Итак, Start 400. Это женская версия турнира Start 800. Главное условие очень простое. Сумма весов, заказанных на первой попытке, должна быть не менее 400 килограммов. Спортсменки выступают без экипировки, в наколенных бинтах. Призовый фонд 100 тысяч рублей. Деньги получают первые три места, которые определяют не по сумме поднятых килограммов, а по коэффициенту. На эти соревнования заявилось всего пять спортсменок. Немного, но мне это было на руку. Потому что после соревнований я спокойно успел пообщаться на камеру со всеми. Не так часто я снимаю девушек на видеокамеру. Поэтому с вас просмотр, лайк. Насчет подписки я вас уговаривать не буду. Самые умные, сильные, красивые уже давно подписаны на этот канал. Поэтому если вы хотите вступить в их стройные ряды, вы знаете, что делать. Приятного просмотра. Настя Логина у нас, да, перед камерой? Очень приятно. Дмитрий Геннадьевич Спиридонов, ты заняла пятое место по коэффициенту. Но ты никому не рассказывай, что это последнее место. Ты говоришь, что ты вошла в топ-5 спортсменов. Я, конечно, так и говорю. Конечно. Топ-5 сильнейших. По моему личному мнению, да. На пятом месте с суммой 455 килограмм. Логинова Анастасия. У тебя какое любимое движение в тройборе? В тройборе на век-присед. Дверь взят. Дверь взят. Сегодня ты выступила на три подхода? Нет, два. А что не пошло с третьим? Ну, на самом деле, я начала думать, а этого не надо было делать. О чем ты думала? Я подумала, что я уже досела, но головой начала осознавать, что я не слышала голос тренера. То есть надо было бинты просаживать, а я остановилась. На скорости, условно, я могла бы просесть, наверное, бинты. Ну, ты получила тренера по шее? Ну, да, я еще получила вчера от тренера по шее, поэтому... Не, у меня тренеры вообще топовые, конечно... Он входит в топ-5. В топ-5. В топ-5 тренеров? Да, однозначно, да. Если не ошибаюсь, ты в экипировке выступала? Да, я выступала в экипе, мне нравится экипо, поэтому бинты, в принципе, для меня были довольно привычные. То есть, если тебе нравится экипировка, значит, тебе нравится боль. Нет, боль мне как раз не нравится в экипировке. Мне нравится то, что... А нормально, что я ору вообще, да? Отлично. Ну, здесь просто громко. Ну, да, да, я поэтому так громко ору, чтобы не было там дутремно. Ну, короче, если вот брать про экипу, мне нравится, что там за счет техники ты можешь собирать больше гораздо. То есть, там основа, это все-таки технические аспекты. Ты чуть-чуть косячишь, и ты ничего не выполняешь. Поэтому, если наточить технику, то можно менее тяжелыми способами достичь определенного результата. Поэтому это мне нравится. Пару слов про тренировки твои. Сколько раз в неделю тренируешься? Ну, тяжелые тренировки, это три раза в неделю. Еще у меня есть кардио. В течение, ну, раза два иногда. Поэтому ты выглядишь как богиня. Молодец, я тебе желаю быть не только в топ-5, но и в топ-3. Я постараюсь. Потом в топ-1. Получше, подгадавшись. Потому что все данные для этого есть. Вот стараюсь. Ты позитивный человек, и у тебя много энергии. Спасибо. Нельзя! Девушки отдыхают. Как сегодня штанга? Легкая была на приседаниях? Легкая. Только тяжело. Перелет, наверное, сказался. Я просто первый раз так летаю далеко. Да? Откуда? Солкограды. Ну, там через Москву. Да. Надо было заранее, получается, прилетать, да? Мы прилетели заранее. Я 19-го вылетела, 29-го вылетела, 30-го уже здесь была. То есть, акклиматизация все равно еще не пройдена? Не, нормально. Нормально? Ну, я еще в Волгограде старалась рано просыпаться. То есть, тренировок не было, была подготовка именно ко времени, да? У меня тренировки тоже были. Два к одному, вес не засчитан. Техническая ошибка. Как притча прошел по весам? Слабовато. Слабовато? А что не так? Просто сил не было? Нет. Перелыв на баллы, наверное. С доседом. Старалась больше досесть. Соревнования же проходят, и в абсолютке по коэффициенту, да? Да. Вы будете считать коэффициентом? Нет. Не будете? Нет. Я никогда нигде не считаю, нигде не смотрю, какие рекорды у меня. Мне самое главное, сама себя сделать могу. Уже возраст. Поднять свое? Да. Уже, наверное, переросла немножко. Беззет. 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 Здравствуйте. Я снимаю трестер. Стар 400. Я в общем чате есть, я там ничего не пишу, я там только читаю. Мои возмущения. Самая основная проблема будет это то, что вас мало. Меньше народ, больше кислороду. Деньги больше дадут. Мотаться будет, отдыхать меньше времени. Вообще по правилам любых соревнований отдых между подходами должен быть длительностью 10 минут. Если в этот отдых спортсмены не укладываются, если он короче, соответственно должны давать дополнительное время. То есть ты пришла с юристом на соревнования? Нет, ну в НАП, когда я выступал, была тоже у нас такая ситуация. У нас было 4 человека в потоке, нам давали дополнительное время. Потому что там просто успеваешь только снять бинг, тебе вызывается на помост. А тебе его еще на машинке только сматывают. То есть ты можешь не только выиграть главный приз, но еще и засудить потом и тоже выиграть. Конечно. Я скандальная. Моральная компенсация. Уверенно справляется с весом Юлия. Молодец. У тебя очень красивый сегодня наряд. Это какой образ? У меня как это название? Женщина-кошка. Кошка, да? Со своими котятами. Ха-ха-ха-ха. Это из натуральной кожи или нет? Эко-кожа. Кожа зайца, черная вы знаете. Да. Мы бережем зверушек, кожа у нее есть, поли. А мы с тобой здесь и пообщаемся вообще. Разминка вообще была ужасная. Я 165 уже прям тяжело, тяжело прям вставала. У меня первый вес был заявлен 175, я пошла его перезаявила на 170. Меня еще здесь ребята запугали, выходят, там ничего не считают. Но все по одному подходу в зачет сделали. Судя жестят, да? Ну, с учетом прошлых годов, что считали все параллели и не до параллели. Это потому что приехал засланный казачок СУБР. Это просто я наконец до Сибири доехала и сразу правила изменились. Но они нас предупреждали, они писали нам в чат, что будут жестко ценить. То, что на этих соревнованиях будет призовой фонд, тебя это мотивировало? Конечно, а что сюда поперлся? Я на поездку только 50 тысяч потратила. Надо хотя бы что-нибудь с третьего места тоже хоть 20 тысяч поиметь. А почему с третьего? Я надеюсь. Я не знаю. Второе, первое нет? Ну, там же коэффициенты будут считать. Анечка Вишняк, она очень маленькая, она вполне коэффициент. Ну, сейчас нас всех с дрюкнуть. А ты кивтен считаешь в процессе соревнований? Я считала дома, но что-то я не с тем весом завесилась. И все что-то там, и веса немного не те, на которые я рассчитываю. Все сложно, да. Я уже плюнул, уже ничего не считал. Как мой тренер Андрей Сапожонков говорит, думай только про свои цифры. Все, насрать на все коэффициенты. Кто там что поднимает, кто сколько весит. Вышло и делаешь. Соревнованиями довольна, выступлением своим нет. Я собрала килограмм на 30-35 меньше, чем я планировала. Тлела надежда, что смогу сделать 195. У меня присед на колейниках 170. А здесь 185 в жестких бинтах. Ну, это грустно. Я сумму собрала на 5 килограмм больше, чем я собираю на колейниках. Нерзит! А на тяге у меня моя порванная нога снова о себе напомнила. Я там упираться, я упираться даже там не стала, она прохрустела. Я понимаю, что там что-то все уже пошло не так. Я сейчас громало ходил. Попытка. Я в октябре еще ногу травмировала на жестком грифе. В ФПР у меня такая была идейка выступить. В Башкирии у нас. То есть жесткий гриф это как? А у меня минус 20 килограмм от жесткого. Ну тяга, вот что такое для меня тяга 200 килограмм. С учетом, что я 190 там тяну на 8. 200 я могу потянуть на 4, на 5 на тренировке. Опять-таки лямки мне еще, конечно, добавляют. 200 это много, да я сейчас 200 не потяну. Это очень много. Ты ничего. Я и не спортсмен. Где вы? Кто это? Где ты? Твое тело достойно лучшего. Одежда Power Insight на wildberries.ru Где-то в инстаграме или где написано, что у тебя три тренера по каждому движению? У меня их сейчас два. Иван Макаров меня ведет в основные тяги уже не первый год. Андрей Сапожонков, мы работаем с ним с конца декабря, перед Новым годом начали. Он пожил. Есть мужчины полигамные или есть женщины полигамные? Тебе мало одного тренера? Я выбрала лучшего каждого в своем движении. Без Ваня Макарова какое-то время тренировалась. По какому-то стечению обстоятельств без Ваня Макарова я перестаю что-либо поднимать. Хотя кто-то говорит, что у него жесткий подход, у него высокая интенсивность. Противоречит иногда всем канонам, как надо тренироваться. Но на мне это работает. А ты давно так придумала, иметь несколько тренеров? Это вот мне перед Сибериан такая идея была. А до этого, как бы мы с вами не работали в тяге, присед же я у себя вела сама. Ну, сейчас будет неожиданный вопрос про Инстаграм и про личные сообщения в Инстаграме. Ну, что самое интересное было недавно, что помнится? А я личные сообщения там практически не смотрю. Не открываешь их? Редко. Только от людей, с которыми я общаюсь. Но ВКонтакте? ВКонтакте у меня вообще удален, терпеть не могу. Ну, что-то наверняка запомнилось тебе какой-то ад в личке. Или ад от тебя в основном исходит? У меня, кстати, да, уже давно такая адекватная аудитория. Я уже всех, кому можно, еще года три назад, наверное, два заблокировала. У меня как-то все там... Ну, сегодня поддержки очень много было. Мне прям стыдно, я говорю, перед людьми, что вот такой абсерд по весам. Они так в меня верили. Зарабатываешь себя на жизнь, да каким способом? Где работаешь? Я персональный тренер. Раньше была со времен карантина, ковид, все вот эти дела. Перешла полностью на онлайн. Сейчас я зарабатываю только онлайном. Тренируешь, да? Ну и плюс у меня есть поддержка от друзей из русской турбины, экипировка, как бы все вот это. И поддержка от гильзи роста. Ну, еще бы поддержка магазина «Пятерочки» или «Азбука Вкуса» было бы тоже круто. Ну, с учетом, сколько стоит «Инфраджет», это нехеровая поддержка. Коробочка 20 тысяч плюс. Ну, получается, онлайн сейчас тебя кормит как бы полностью, да? Тебе хватает? Ну, плюс у нас есть свой тренажерный зал. Вот. Но я не веду сейчас там персональные тренировки. На мороженое хватает? Типа того. Ты, пожалуй, сегодня сколько килограммов? 130. Я не буду спрашивать, законно это или нет. Я скажу, что это очень много. Это твой рекорд? Ну да, на соревнованиях да, 130. Это рекорд для меня. Ну, сжим, это твоя коронка? Да. «Инфраджет». А приседания прошли как? Удачно за тебя? Седания удачные, но в третий подход мы отказались. То есть второй был в притык, да? Нет, только колено отбались, поэтому так. 210 нормально. «Инфраджет». 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 «Если я не ошибаюсь, тебе совсем мало лет?» «21 год». «21 год». «Сколько лет занимаешься?» «8, 9 год». «Просскажи немножко про тренировки». «Три раза в неделю тренировки. Есть силовые, есть на выносливость, на количество. Все по-разному, как тренер скажет, так и делаем, занимаемся». «То есть ты выступаешь не только по пауэрлифтингу?» «Нет, бывает по силовому экстриму, и где меня в колледже попросят, то там тоже». «То есть бадминтон, футбол, теннис, из арбалета стреляешь?» «Нет, еще нет, этого нет». «А расскажи, вот какие движения, какие упражнения ты делаешь в неделе?» «Первая тренировка присед и жим лёжа и дополнительные какие-нибудь это гиперэстензия на укрепление спины. В среду бывает тяга и колодец, ну, тяга из ямы, жим лёжа, как всегда. В пятницу присед и жим лёжа также дополнительные упражнения. Бывает, что просто в понедельник присед, в среду тяга и в пятницу жим лёжа. «Уверенно, уверенно! Молодец, Сидс!» «А что нравится в пауэрлифтинге?» «Не знаю, мне нравится тяжести поднимать, что-то новое для себя усваивать. Сверхъестественные силовые трудности, наверное, так. «А в Салом-экстриме какие-то у тебя есть результаты? Чем похвастаться можно?» «Ну, становая стяга там на количество раз 100 килограмм». «Сколько раз?» «Так, 25 раз». «245 килограммов!» «Вен взгляд!» «Это невероятно, друзья!» «И абсолютным победителем становится Вишняк Анна!» «Аня, пять минут назад я тебя спросил, какое ты заняла место. Соренания закончились минут 30 назад, и ты место своё не знала?» «Ну, минут 30 назад не знала. Сейчас уже знаю. Первое место в абсолютке». «С чем тебя и поздравляю!» «Спасибо большое!» «Ты планировала стать первой?» «Ну, я хотела стать первой. Я думаю, каждый из нас, кто сюда заявился, планировал и хотел стать первой. Но здесь всё равно помосты рассудят поиначе, по-другому». «Чтобы стать первой, нужно поднять много и нужно весить мало. Ты на какой позиции больше работала? Весить мало?» «И весить мало, и поднять много. Ну, весить мало у меня ещё как-то получается постоянно весить мало. А поднять много. Я сегодня не всем довольна своим выступлением. «Решение студии вес не засчитан техническая ошибка?» «Первый присед был подход 165. Не засчитали, была параллель. Немножко меня качнуло при досиде. Я качнулась, и штанга прошлась по моей спине. Тем самым я как-то или напугалась, может быть. В общем, не досела в первом подходе. Второй подход мы повторяем. Первый 165 и третий 175 пошли. Все досело, все нормально стало». И только что Вишняк Анна установила мировой рекорд в весовой категории упражнения «Близи» со штангами. «Сделали два подхода. Первый 165, второй 175. Установили небольшой мировой рекорд в федерации НАП. Парксенко выступает с весом 54, поэтому есть шансы побороться с более сильными девчонками по коэффициенту». «Но, в целом, она готова хорошо делать?» «Да, да». «Готова даже лучше, чем пока показал присед». «Тренировки сделали на 85 на 2». «Здесь что-то немножко переместели». «Они видно, что она вроде бы переживает всегда, да?» «Сколько бы ни выступала, с кем бы ни выступала, всегда переживает». «Он после приседа уже полегче стал?» «Да». «Он после второго защитного подхода стал полегче». «Итак, приглашается представительница Новосибирска, Вишняк Анна!» «В жиме третьим подходом мы пожали сразу с третьим, значит, на 112.5, но мы хотели больше. Артем решил так. Я планы тренера никак не комментирую. Решил, значит, так надо». «Да». «По тренировкам что расскажешь? Отдавалась полностью либо халтурила?» «Нет, я всегда отдаюсь полностью тренировкой. Две тренировки в один день». «Каждый день?» «Нет, три раза в неделю. По две тренировки, утро, вечер. «А зачем так много?» «Тренер считает, что я не дорабатываю». «Офигеть! А учитывая, что тренер Артем Быховец, то такого тренера нельзя поменять?» «Нет, я с тренером с этим лучше останусь. Но он всегда считает, что я не дорабатываю. И говорит, что две тренировки для меня еще мало». «А как ты успеваешь? Ты работаешь в зале?» «Да». «Я успеваю рано утром потренироваться, немножко в обед поспать и еще вечером потренироваться». «А сколько времени занимает первая и вторая тренировка?» «Так, первая тренировка три часа, вторая тренировка в районе двух с половиной, два. Все нормально». «Мне кажется, с весом вообще проблем нету в плане, чтобы похудеть. Ты сжигаешь очень много». «Проблем нету, но есть проблема наесть его порой у меня». «Обычно женщины могут наедать вес, когда появляется ребенок. Пока нет? Не планируешь?» «Нет, нет, нет. Я пока повыступаю в маленькой весовой категории». «Я ведусь!» «Двести пять килограмм на штангу! 205 килограмм на штангу. зачет 183 попытка но это мало я недовольна все равно своим выступлением считаю что можно больше намного больше то что ты недовольна этот это пол беды а тренер довольный тренер вообще недоволен ничем слушай ты говоришь слова тренер ты начинаешь как-то себя очень странно я начинаю психологически бояться потому что у меня в понедельник тренировка чувствую будет я не знаю хочет посмотреть на твой спину мне кажется она вся в синяках нет есть такое есть правда есть вся спина моя в синяках я не вру правда это связано с тренером это связано с тренировками от штанги у меня просто кровяные потёки на спине если он взял тебя в заложники моргни два раза так и есть правда абсолютно правда это слово триггер ты начинаешь как-то себя очень странно я начинаю психологически бояться потому что у меня в понедельник тренировок чувствую будет я не знаю позже мы с вами не чувствуем не кажется это не как-то и 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